Всем привет! С вами Кирилл Соловьев. В студенческую гостиную приходили и студенты с разных образовательных программ, и работники лабораторий. А сегодня же у нас в гостях ребята, которые на своем примере доказали, что наука — это не только полезно, но и интересно. Сегодня у нас в гостях Сергей Мегалин, победитель номинации «Серебряный птенец» и также сооснователь CTF-MEM. Сергей, привет! Привет! Как ты, студентом, пришел к своей теме в науке на данном этапе? Что считать данным этапом, конечно? Конечно. Темы, они находились как-то сами собой, то есть во время работы, например, мы делали пентест банка одного, и потребовалось пробросить TCP-соединение через DNS. Ну, начали искать готовые решения, но работало все очень плохо, поэтому решили написать что-то работающее для себя и для сообщества. Как найти свою тему? Ну, тему нужно искать, прежде всего, исходя из своих интересов. Понимаешь, что-то тебе нравится, начинаешь это изучать и понимаешь, что у тех, кто делал это до тебя, есть какие-то дырки, недостатки, ошибки, ну, и ты пытаешься их решить, собственно, вот тема и получается работы. А с чего начать свой путь в науку? Ну, собственно говоря, поизучайте вопрос, который тебе интересен. Поговорить с научным руководителем, что он вообще думает по той теме, которая тебе нравится, может быть, что-то он уже знает, что нужно поисследовать. Например, мой научный руководитель там по теории информации писал свой какой-то научный труд большой, и у него одна глава была недописана. Я взял эту тему в качестве своей курсовой работы, ну, и написал потом статью по ней. Бытует миф, что те, кто отдают предпочтения в проектах науки, чаще всего становятся учеными. Какую карьеру ты видишь для себя? Сейчас я занимаюсь кибербезопасностью в Сбербанке, а ученым я себя не вижу точно. Конечно, но исследования по кибербезопасности делать буду, потому что это, во-первых, интересно для меня, а во-вторых, это прибыль достаточно. А какова польза участия в научной деятельности для твоей профессии? Для карьеры, наверное, в том, что мне абсолютно все равно рассказывать о проекте или задаче своему коллеге, соседу по офису или нескольким сотням людей из разных стран. А так вообще для учебы плюсов много. Например, повышенная стипендия. Все преподаватели тебя знают. Да, давай вот подробнее расскажем, работая над проектами. Какие плюсы для себя заметил ты? Я вообще занимаюсь проектами с четвертого класса школы. У нас со школы такая деятельность ведется. В общем, проектная деятельность, она позволяет тебе общаться с людьми, которые как бы выше тебя по статусу, там какие-то директора, и ты, собственно говоря, не боишься с ними разговаривать, не боишься спорить, не боишься выражать свою точку зрения. Также довольно-таки легко ты можешь анализировать информацию, можешь придумать какие-то новые идеи, новые решения. Плюсы в университете, наверное, помимо стипендии и еще то, что ты знаешь всех людей в сфере, которая тебе интересна, которые могут тебе подсказать в случае чего, могут направить твою деятельность в правильное русло, могут дать какие-то важные советы, ну и также, собственно, могут устроить тебя на работу к себе или к своим знакомым. Давай обсудим про CTF. Расскажи нашим зрителям, что это такое и как это создавалось в меме. CTF — это соревнования по компьютерной безопасности. У них есть два формата. Первый формат — это формат, который называется task-based. Это что-то похожее на олимпиаду вместо задач по геометрии. Там задача на нахождение эксплуатации уязвимостей в сайтах, в каком-то программном обеспечении, задача на криптографию, криминалистику компьютерную, ну и так далее. Ответ на эти задачи — это набор символов, которые называют флаг. Собственно, решить задачку, схватить флаг — это одно и то же. Capture the flag — это схватить флаг с английского. Собственно, название этих соревнований пошло отсюда. И решаешь задачу — получаешь баллы. Все просто. Второй вариант — это attack defense. Там каждая команда получает сервер или сеть с сервисами, в которых много уязвимостей. Специально обученные роботы там каждые пять минут кладут в эти сервисы флаги к тебе, а нужно их защитить от других команд, которые точно так же могут тебя атаковать и забирать у тебя эти флаги, задавать их. А очки команды получают за корректную работу сервисов своих и за флаги, которые они забрали с сервисов чужих команд, соперников. Вот, собственно, это CTF. Расскажи об опыте организации большого турнира в МИАМ. Как это было? У нас последний турнир, который проходил в три этапа — отборочный, очный task-based и очный attack defense. У нас было 1400 участников примерно, 300 команд из 25 стран. Мы это делаем не первый раз. Первый раз мы это делали на втором курсе, после того, как мы вернулись с мероприятия Касперского, который устроил лагерь для обучения студентов тому, как правильно играть в CTF. Что-то такое. Почему бы не сделать это соревнование и у нас в МИАМе? Тогда попробовали. И вот в этом году мы подошли к мероприятию с учетом опыта наших предыдущих лет. То есть мы начали планировать подготовку, договорились со спонсорами, которых было у нас 8, которые нам предоставили призы, выделили денег на закупку оборудования. Мы также поучаствовали в конкурсе студенческих инициатив от вышки, где получили тоже финансирование. Ну и мы начали готовить сами задачи, инфраструктуру. И где-то за три дня до соревнований мы судорожно ставили столы в МИАМе и настраивали сетку. Ну, в общем-то, в целом все получилось. Конечно, были какие-то недочеты, какие-то ошибки мы совершили, но в целом все прошло успешно. Все довольны. Победила команда из Екатеринбурга. Вау, супер. Расскажи, пожалуйста, о целях на следующий учебный год. Планируете ли вы проводить CTF в следующем учебном году? И как к вам попасть? А я учусь последний год. Я тебя понял. Посмотрим ко мне. А вообще, кто занимается сейчас CTF? Они собираются продолжать? Думаю, да. Мы занимаемся этим вместе с командой. Команда сейчас на курс младше, чем я. И поэтому, я думаю, они продолжат нашу деятельность по планам, пока не узнавали. Все, супер. Сергей, спасибо большое. Было прикольно, было интересно. Я рад, что это заняло не особо много времени, и мы не особо тебя загрузили после работы. Поэтому спасибо большое за то, что выделил нам еще раз время. До скорых встреч. Пока. Сегодня наша тема — это научная деятельность, и наши спикеры сегодня — это Романова Дарья и Серебрякова Юлия. Ребята, привет. Здравствуй. Привет. Как ваше настроение? Замечательно. Супер. Как вы, будучи студентами, пришли к своей теме в научной деятельности? Ну, на самом деле, в моем случае все вышло немного случайно. Я на втором курсе искала тему курсовой работы, обратилась к научному руководителю, который казался мне наиболее подходящим человеком. Вот. И на самом деле выбрала наугад. То есть не было каких-то других мучений, рассуждений и копаний, но так получилось, что та тема, которую я выбрала, это изучение физики в виртуальной реальности, построение этих виртуальных миров. Она запала мне в душу, и я начала ботать, начала собирать вокруг себя людей, которым это тоже интересно, и так это переросло в какой-то более крупный проект. А, окей. Я работала именно с ним и занималась научной деятельностью. Вау. Отлично. А как вы считаете, с чего начать свой путь в научную деятельность? Ну, пути в науку неисповедимы. Их очень много. Огромное количество возможностей. Когда ты студент, у тебя есть возможности, которые дает научный руководитель, сам университет, факультет, которому ты принадлежишь. Умеешь факультетские возможности, возможности от сторонних компаний, возможности от государства, это разные и грантовые программы, и фонды, и конкурсы. На самом деле способов много. Когда ты учишься, ты уже больше представляешь о том, куда ты можешь пойти, потому что ты в этом облаке возможностей находишься. Здесь, скорее, главное понять, что конкретно тебе как-то или нравится, или интересно вдохновляет, найти единомышленников, и смотреть уже, какие инструменты помогут тебе дальше развиваться. Да, я полностью солидарна с Дашей по этому поводу. Нужно непосредственно определиться, наверное, с человеком, с которым ты хочешь работать, и непосредственно с самой темой, которой тебе хотелось бы заниматься. Ну, или не темой, а областью. Потому что, ну, например, я занималась надежностью, и так вышло, что, как бы, у меня была не одна тема в этой области, но получилось так, что мне это оказалось интересно. А вышка предоставляет массу возможностей заниматься научной деятельностью. Какие советы вы дадите студентам, которые только начинают свой путь в научной деятельности? Самый главный совет — это не бояться, не думать, что там какие-то огромные страшные крокодилы, которые 20 лет уже в науке, а вы такой маленький птенчик, ничего не знаете. Открою большой маленький секрет. Вначале никто ничего не знает. Все просто пытаются, пробуют. Очень многие люди попадают вообще в разные каналы случайно. И дальше уже начинают вдохновляться, набираться опытом. Просто пробуйте. Смотрите, какие у вас возможности, что вы сейчас можете себе позволить по времени, ресурсам, и пользуйтесь. Потом это может вылиться в какие-то невероятные истории. Хотела бы добавить, что, да, главное — не бояться. И вот я на своем опыте просто поняла. Если ты осознаешь, что это не твое, просто бери, меняй тему. А научной деятельностью заниматься не стоит бояться, потому что, по крайней мере, это, на мой взгляд, дает гораздо больше, чем просто обучение в университете. Ты углубляешь свои знания в какой-то области, которая тебе окажется интересна. Не обязательно это произойдет с первого раза или со второго. Бытует мнение, что студенты, которые в своих проектах отдают предпочтение науке, далее становятся учеными. Согласны ли вы с этим? Я не сказала бы. На самом деле, если ты занимаешься научной работой в университете, если ты даже становишься научным сотрудником, это не означает, что ты в этой академической среде останешься, хотя у тебя появляется такая возможность, и прослеживается вот этот путь, куда мне идти дальше. Но не обязательно. То есть некоторые ребята там начинают стартапами заниматься, другие уходят в компании. У тебя больше возможности попасть в хорошую компанию с хорошим академическим портфолио, потому что если у тебя там есть интересные проекты, и они как-то связаны с наукой, и ты там используешь сложные инструменты, то это заметно, это твой опыт. То есть это тот же самый опыт работы. Он не определяет тебя, ты определяешь, что ты будешь дальше делать. Но да, у тебя больше возможностей потом пойти в академическую карьеру. Участие в научной деятельности, несомненно, расширяет твои возможности, но, опять же, если говорить непосредственно во мне, то я, например, не планирую заниматься наукой, идти в науку, но, на мой взгляд, это было просто необходимо для расширения своего кругозора, потому что то, чем я занималась в рамках научной деятельности, мне не давали в институте. Юлия, ты призер конференции армянского. Давай подробнее расскажем ребятам, что это такое. Как я вижу конференцию армянского? В основном в этой конференции участвуют именно студенты нашего университета, а именно, я бы даже сказала, факультета МЕМ. Бывают, залетают студенты из других различных вузов, но это случай редкий. Как я рассматриваю это мероприятие, это уникальная возможность попробовать выступить перед преподавателями нашего университета, показать свою работу, услышать замечания, комментарии, в дальнейшем доработать как-то свою работу. А расскажи о своем опыте участия в гагаринских чтениях. В гагаринских чтениях я участвовала только в этом году, получается, один раз, и это как раз пришлось на период, когда началась пандемия, и вышло так, что после отправления тезисов нас не вызвали на очное выступление. Выступления проходили в формате онлайн, то есть каждый участник записывал видео со своим выступлением, мы его загружали, далее комиссия к нам лично обратилась и сказала, что невозможно оценить работу исключительно по видео, потому что, ну, конечно, нужно задать вопросы, дать какие-то советы. Так и получилось. Я далее связывалась с комиссией, мне задали вопросы, дали какие-то рекомендации. Как раз с этой темой была связана моя выпускная квалификационная работа, и я как раз смогла сделать какие-то доработки и улучшить свою работу. Отлично, спасибо за ответ. Дарья, ты участвовала в конкурсе «Умник». Расскажи, пожалуйста, что это такое. Ой, «Умник», любовь моя. Мы с командой, как раз я говорила ранее, что собралась команда единомышленников вместе, мы начали заниматься проектом, который связан с VR, обучением школьников. В какой-то момент мы столкнулись с такой проблемой, что у нас нет денег. Нужны ассеты, нужны шлемы, потому что я там купила, собрала деньги на один шлем, мы его передавали по рукам. Все это жутко сложно, а в принципе проект перспективный, и его можно выводить на рынок в какой-то момент. Поэтому я начала искать возможности, как достать денег. Нашла конкурс «Умник». В принципе, я давно про него слышала, я просто почему-то думала, что там какие-то гении сидят, великие ученые, и мне туда точно дорога закрыта. Но оформила заявку. На самом деле этот конкурс очень полезный для вашего проекта, начиная даже с идеи. Почему? Потому что самый первый этап — это оформление огромной заявки. Эта заявка заняла у меня две недели, потому что она освещает все аспекты твоего проекта. То есть ты даже в процессе ее заполнения очень многое про себя узнаешь. Так что польза от него идет в любом случае. Если что, вдруг кто не знает, «Умник» — это грант на 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Но не только грант, это еще и считается первой ступенью в серии конкурсов. Сначала идет «Умник», потом «Старт-1», «Старт-2», «Старт-3», и там уже 2-3 миллиона, что-то такое по этой ступеньке. В принципе, если вы после «Умника» не сдуваетесь, то вы сразу идете на старт и получаете следующий уровень государственных инвестиций. Эти деньги вы не возвращаете, если вы реализовали свой проект. Ну, то есть это не какие-то венчурные фонды. Вся ваша компания принадлежит исключительно вам, если вы не оформляете договор с университетом, берете патенты. То есть преимущество госфинансирования заключается в этом. Ну, заполнила заявку, в итоге прошла потом следующий тур, затем уже прошла в заключительный этап. И хотелось бы сказать, что вот на заключительном этапе ребята, с которыми мы прошли вместе, во-первых, часть из них я уже знала, это оказались просто обычные студенты с разных университетов, которые просто горели своим проектом. И когда мы проходили финальную защиту, нам сказали, что, смотрите, ребят, мы уже ознакомились со всем вашим проектом, со всей информацией, которую вы нам дали. Единственное, что вам нужно сейчас здесь, чтобы победить, это хотеть победить. Вы уже большие молодцы. То есть ничего страшного в этом нет. И это дает, как я уже сказала, большие возможности, особенно вот для этой ветки развития своего проекта, своей компании. Отлично. Что, по-твоему, необходимо студентам, чтобы победить? Ну, как я уже сказала, хотеть победить, но на самом деле тоже не бояться пойти просто заполнить эту заявку, отнестись к этому внимательно, отнестись к этому ответственно. Не надо идти на умник и на другие такие подобные конкурсы ради победы. Просто ради конкурса. То есть, допустим, я сейчас пойду, посмотрю на эту заявку и придумаю проект, возможно, у вас получится. Но умник, например, это обязательство, ну, по сути, на три года. Потому что первый год, практически год длится вся эта отборочная кампания. Я подала заявку в сентябре, деньги я получила вот в начале лета. И затем еще два года у тебя идут эти обязательства. Если ты не совсем уверен, что ты будешь все эти три года этим заниматься, не надо. Но если у вас есть проект, вы хотите его развивать, вы видите в нем какие-то перспективы. И даже если вы не до конца понимаете то, как вы там будете монетизировать свой проект или как решить те или иные проблемы, то идти стоит, потому что там вы получите необходимую поддержку, не только финансовую, в том числе и методическую, в том числе и вот с финансовой частью, вам помогут. Это очень такая полезная возможность. А так победить может любой. То есть здесь главное просто, чтобы вы понимали, что вот эти годы вы сможете этим заниматься, вам будет это интересно и что это не какая-то тупиковая ветка. То есть, в принципе, потенциально вы сможете потом что-то с этим результатом делать. Все. Огонь. Ну тогда в целом у нас все. Мы прошлись по всему списку вопросов. Спасибо вам огромное, что вы выделили время, что мы наконец с вами встретились сегодня. Я очень благодарен. Ролик получится идеальным. И обязательно впишем вас в титры как одним из самых полезных студентов в этом проекте. Я желаю вам удачи. Всего самого клёвого и замечательного. Пока-пока. Пока. Спасибо, что были с нами. Вы узнали много нового о научной деятельности в МИЭМ. За прошедшие выпуски мы узнали много интересного. Однако еще больше занимательного ждет впереди. В следующем выпуске мы расскажем об одной важной особенности МИЭМ. Какой? Скоро узнаете. МИЭМ 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 МИЭМ